Привет! Меня зовут Сабанчеева Анна, и да, я знаю, что ты будешь делать этим летом, а точнее, что ты уже делаешь. Мы вместе с тобой пройдем весь путь поступления от выбора вуза до твоего зачисления. Готов? Тогда погнали! На календаре июль ты успешно справился с подачей документов в выбранные пять университетов любым удобным для тебя способом, запомнил заявление на ЕПГУ или в кабинете поступающего на сайте университета, а может просто прогулялся в приемную комиссию лично. Отлично, полдела уже сделано! Давай разберемся, что такое списки поступающих и чем они отличаются от конкурсных, где найти эти списки и как оценить шансы на поступление. Начиная с момента начала приема документов на сайтах вузов, как правило, в разделе, посвященной приемной комиссии, размещаются списки поступающих. В них с разбивкой по направлениям подготовки отображаются списки тех, кто подал заявление на поступление и был принят вузом для участия в конкурсе на зачисление. С прошлого года списки деперсонифицированы и найти в них свою или чужую фамилию не получится. Искать себя ты сможешь по номеру СНИЛС или по уникальному коду поступающего, присвоенному тебе при поступлении в случае, если у тебя нет СНИЛС. Начиная с 27 июля списки поступающих трансформируются в конкурсные списки. Их отличие заключается в том, что они ранжированы по приоритетам и количеству баллов у абитуриента. Перечень информации в списках может немного отличаться от вуза к вузу, но в целом в нем отображается следующая информация – СНИЛС, по нему ты можешь найти себя в списках. Отметка о поданном оригинале документа об образовании, приоритет, указанный при сдаче документов, сумма баллов абитуриента складывается из суммы баллов по ЕГЭ или вступительным испытаниям, плюс баллы за индивидуальные достижения. Сумма баллов по предметам, баллы ЕГЭ или вступительные испытания, баллы по предметам в приоритетном порядке, сумма баллов за индивидуальные достижения, отметка о поступлении без вступительных испытаний для олимпиадников. Основание поступления, бюджет, не бюджет, отметка о наличии преимущественного права на зачисление. Если ты успешно подал заявление, открываешь списки поступающих, а у тебя в графе баллы стоит ноль, не стоит пугаться, твои корректные баллы ЕГЭ подтянутся в самое ближайшее время после очередной выгрузки из системы ФИСГИ и приема. Оценивая свои шансы на поступление, следует исходить из количества вакантных бюджетных мест, суммы твоих баллов с учетом выставленных приоритетов на зачисление. Поскольку зачисление на бюджет производится при подаче оригинала документа в образовании очно или электронно через ЕПГУ, при оценке своих шансов на зачисление обращая внимание на свою позицию в списках среди тех поступающих, кто подал оригинал документа. Ну и, конечно же, не забывай про приоритеты. Списки обновляются не реже пяти раз в день. Ближе к датам завершения приема документов интенсивность обновления, как правило, растет. Конкурсные списки размещаются на сайте образовательного учреждения, в личных кабинетах поступающих, а также на ЕПГУ. Будут вопросы – звони, пиши и помни, шаг за шагом мы пройдем весь путь поступления от выбора вуза до твоего зачисления. Следи за новыми материалами. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok